привет владимир всем привет итак предыдущем ролике мы рассказали графический этюд по мотивам произведения хитроумном и дарья и дарья тонкий хоть и ломанчском и вот перед вами произведение сейчас владимир расскажет что тут и как он составлял владимир всего вам слово на добрый день надо сказать что это этот этюд изобразительным на самом деле есть некоторые небольшие оттенки вот название символически скажем это коммерческая задача символический этюд от объекта направлено из москвы париж это символический тут дон кихота это изобразительно вот гадкий утенок это у нас чисто графическая как графическая задача да мы забыли тоже можно изобразить изобразительную тоже да начнем об этом и тюде вот как как он был составлен значит сначала придумал не сам основной этюд а именно его близнец зачем затем это в одиннадцатом году пятнадцатом году вот этот 9 я уже полной мере уже составил здесь начинается значит вот давайте а символизм о том какие фигуры что изображает ну король данном случае король до 3 это дон кихот кстати помните мы говорили о том что фигуры могут менять свое значение по ходу произведения шарматного задачи или туда и вот здесь на первом этапе дон кихот но потом он изменит свою характеристику он ранит двух человек и будет уже и белой фигуре изображаться ну что белые фигуры это изображают истинные ценности а черный будет изображаться дон кихот поэтому давайте пока она не выдержать события ночь король до 3 это дон кихот f3 и 3 это его щит у пешки об 3 и 3 всегда считаются защитными такими барьером таким защитным а пешка до 4 этого копье и он до 4 же переходит как бы демаркационную линию и бьет бьет она поля уже сзади маркационной линии поэтому же атакующая пешка поэтому копье далее он сделает санчо панца своим оруженосом пока он еще не говорил об этом с ним поэтому ладья аж-1 это санчо панца его ослик это аж конь аж-4 дело в том что сначала германцес хотел на коня посадить санчо панца но потом понял что лейтмотив произведения юмор смехотворность доведенная до абсурда даже порой хотя многие специалисты говорят что этот юмор он как бы сквозь слезы потому что как раз много было совершенно отвратительного в мире тогда унижение слабых бедных и процветала как раз прослойка такая вот и верхняя прослойка богатых людей процветала и ничего практически не делала вот эту значит смесь смех сквозь слезы по идее чтоб только не заплакать вот почему серванты поставлял смеяться чтобы люди не заплакали читают это произведение одним словом значит санчо панца это деревенский простой мужик который стал его оруженосом да ладьяш 1 именно на ослики да юмор весь заключается и в этом тоже ладьяш 1 1 у нас это старый дряхлый слуга что интересно дон кихот единственный раз только в самом начале упоминает старого дряхлого слугу в доме дон кихота и все функция ладья 1 на самом деле она держит пункт пункт а 2 пока здесь пешка стоит но потом пешки не будет пункта 2 и очень надо будет держать на самом деле оттуда от вторжения ферзя на это поле в дальнейшем ну в основном только это функция далее лужанка которая была около 40 лет слон c1 значит далее конь россиянан который был во дворе конь b2 значит потом должна быть конь версии 4 это бакалавр который друг дон кихота который хотел значит научные знания получите быть лицензиатом то есть преподавать в университетах студентом пока он то ездил учился то возвращался в это село одним словом он такой был человек подвижен достаточно молодой и конечно же должна быть дама сердца у любого рыцаря дама сердца это словно шесть у нас дульсине это боско значит еще был библиотека у дон кихота это необходимо тоже об этом сказать библиотекой будет пункт b3 и поскольку дверь всегда была открыта дон кихот читал запоем крысовские романы которые были не все хорошие основном было билиберда полная то есть вредный в большинстве своем хотя были очень отличные произведения у него пункт b3 значит это у нас библиотека открытая дверь это пешка 2 библиотеку пешкой в 5 еще нужно поговорить отдельно как раз вот сила научных знаний которых разбивался бакалавр самсон караска запишем еще пешкой в 5 будет изображать студента в один из моментов вот этот белые фигуры с черными фигурами гораздо сложнее не все они реальные такие как бы и такие простые символические значения этих фигур например конь b1 обозначает одну из составляющих рыцаря печального образа как известно дон кихот называл себя и рыцарем печального образа а точнее там чемпанца сказал что грустный грустный вас лицо господин давайте вы будете называться рыцарем печального образа примерно так он сказал значит конь b1 уже как бы одна одной составляющих рыцаря печального образа то интересно что в данной ситуации мы видим то скажем пешка в 5 как попала на пункт f5 какую фигуру она взяла пешку она не могла взять правильно коня конь уже есть на b1 на b1 превращенный как она да одна из фигур превращенная скорее всего пункт конь b1 вы легче всего представить конечно может это быть и ферзи да но самое простое предположение что это конь b1 превращенный в этом тоже юмор как какой-то какой-то буквально казуистика получаешь что черный прорыв совершили на фланге пешкой b прорвали скажем там пешка b4 а4 они пошли а3 потом b3 побита была пешка коленажда ба коня до абсурд полный но в этом-то юмор люди многие улыбаются когда говорю об этом это действительно трудно не улыбнуться прорыв такое превращение в коня далее версия в 2 это 2 составляющая рыцаря печального образа ладья оба счастья у нас будет книжка который рыцарский роман который приходит библиотеку дон кихота как известно не библиотеку приходили все же хотя у него везде будет разбросаны книжки по всему дому и не знали что делать уже с ним лужанка да кстати пешка 3 это племянница дон кихота я забыл сказать просто фигур уже не было проходная пешка 3 племянница дон кихота который не было 20 лет поэтому пришлось может быть она будущий фельс конечно естественно но пока пришлось пешкой обозначить племянницу дон кихота и племянница не знали что делать дон кихот себя представлял рыцарем порой начинал махать там саблей вдруг из того ни сего бывало одним словом я не скажу что он был безумцем хотя многие так и считают я считаю просто человек был неординарный и то что он хотел возродить рыцарство прочитав столько книг это говорит только в его пользу вещь я считаю далее значит фигуры черных давайте дальше то что у него был иллюзорное восприятие действительности это отображает фигура конь d5 король g8 интересно очень я долго расшифровывал тоже король g8 выяснилось так что ведь он боролся ему не нравилось время в котором он живет поэтому в аллегорическом смысле и король g8 это как аллегория время время в котором же полдон кихота это аллегория конечно чисто видно с абстрактным немножко понятия ну давид ионыч бронштейн с которым у меня была беседа когда ты работал корректором шахматах в ссср девяностом году сказал что настолько богатая игра шахматы что буквально малейшие оттенки характеристики оценки так мы могут отображать и он говорил что будет придет время когда будет шахматная композиция отображать литературное произведение будет шахматные театры которых будут демонстрироваться такие шахматные тюды это было в девяностом году когда я работал на журнале шахматы в сср журнале и у меня была единственный раз в жизни у меня была беседа с этим легендарным человеком прекрасным человеком и тогда я я был близок этим его мыслям я был настолько удивлен что я разговариваю самим 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 чем бронштейн да что я и слова то многие еле-еле произносил только был поражен с кем я имею дело и сказал что интересно посмотреть этот этюд только я сказал я помню потом еще дебюты посмотрели немножко он тогда еще практически играл дебюты посмотрели но потом этот разговор о шахматных театрах возникло и он сказал что этот этюд рано или поздно появится я больше чем уверен это вопрос лишь времени и счастливого случая счастливого случая надо же вот он сказал как волшебник говорят что это человек волшебник действительно волшебник и счастливый случай произошел партии с кромкиным андреем в 2011 году действительно далее значит еще не все фигуры я рассказал не обо всех словами сказал пешки а словно на 8 у нас лан слон аж 8 у нас писатель он конечно время всегда рядом с ногу со временем писатель который пишет скажем так не очень хорошие рыцарские романы вредные рыцарские романы ногу со временем он старается как бы все это у него поэтому слон аж 8 слон очень плохо как мы видим или живой то ли мертвый непонятно в этом то и заключается то что такие писатели тогда получали известность и на самом деле пудрили людям головы в основном не все правда были хорошие а вот слона 8 это случайная ошибка которая в дальнейшем произойдет самсоном караско самсоном караско напомню версии 4 пешки черных все пешки времени да тут еще седьмая пешка это пешкой в 5 дело в том что у времени как разобрели за семью печати не говорят и одна печать это силу научных знаний потому что когда мы открываем что-то новое великий ученый открывает что-то новым и приближаем счастливое время поэтому пешкой 5 отображает силу научных знаний одна из печати времени остальные неизвестные печати 6 остальных черных печати мы не знаем что это такое печати времени каждой фигуры у каждой пешки здесь свой прототип условно говоря в это в книге в книге про дон кихота да ну очень круто мне кажется там там всем печати может быть и нету но это уже тут можно представить что это врата какого-то города например вот эта крепость пешки черных где-то там перси все время будет проходить е7 это ворота перс проходит в эти ворота можно и так сказать в некоторых случаях потом еще будете пещера монтесинус когда дон кихота спускается в эту пещеру из-за того что они много легенды как спелеолог ученый спелеолог спускается в эту пещеру там уже фигура версия 4 будет отображать дон кихота именно потому что он отображает раз к науке данном случае он хочет изведать изведать эту пещеру и поэтому как раз получается что он ход в пещеру там расчищал сабли то есть мячом расчищал вход в пещеру поэтому пешка из 7 это кустарник значит который на пути был пещеру он расчищал его и потом опускался помощью как раз студента санчо панса и с помощью веревки естественно опускался в эту пещеру показывать и поговорим о более ранних событиях значит в данном случае мы первый ход у нас будет ладья ой конь конь b2 d1 символизирует что уже вот начинает серва своего коня значит подготавливать путешествием россия танта теперь значит выясняется что да там нужно делать действовать быстро теперь же 3 плохо там отдельный вариант теперь же 3 плохо очень другого хода кроме не видно так кроме твижи я уж не помню этому к 4 там сломашка шакс кони в 5 там в общем у белок матовая не успевают поэтому воде обрады это совершенно об обладать ладья при приходит новый рыцарский роман приходит библиотеку дон кихота дон кихота его читает и потом закрывает дверь библиотеку а 2 берет б3 закрыл дверь библиотеку еще один закрыт но потом на пони появляется другая ладья это уже другая ладья отображает одну составляющих рыцаря печального образа единственный ход король c4 уже дон кихот начинает двигаться в свое путешествие до поехал и тут когда он проходит обряд посвящения и ранее двух человек во время обряда посвящения он становится уже не отображает систему истинной ценности отображает систему ложных ценностей поэтому он превращается в черные фигуры причем печально образа становится перс б2 это он сам конь б1 это конь вот это конь б1 россина да все поменялось в данном случае потому что ранить двух человек которые не заслуживали этого они заслуживали может быть серьезного разговора с ними ну он их просто ранил при прохождении обряда посвящение понятно здесь конечно его характеристики меняется на противоположную и теперь уже для караска самсона караска который изучал знания всевозможность изучал всевозможные достать хотел и медикам теперь для него уже наступил момент когда он должен как-то спасти дон кихота теперь кровь король c4 отображает дон кихотом возникла страшная опасность дороге дон кихота были страшная опасность в связи с тем что он стал себя считать рыцарем когда рыцарство уже давно канула в лету очень давно уже не было хотя были уже еще рыцарские турниры были показательные рыцарские турниры то есть можно было иногда увидеть конец качущего рыцаря в те времена это было 17 век начало 17 века что делает самсон караска героический человек он прячется под маской тоже рыцаря чтобы сразиться на дуэли найти дон кихота хочет сразиться на дуэли и в дуэли и победить и чтобы тот выполнил его условия не выезжать больше хотя бы один год не выезжать в ритовские страны потому что ну что на такое человек который уже несколько месяцев отсутствует там около трех месяцев примерно и ничего почти не кушает и санчо панца тоже семью бросил свою там и дети у него еще у санчо панца одним словом он разыскивать должен дон кихота я по шахматной части сейчас объясню что нельзя бить слоном на b2 за конь d2 мат нельзя бить конем на b2 за ладья c3 мат то есть белые вынуждены бежать в атаку ферзь е6 теперь если король f8 то конь бьет g6 я так понимаю и черным нехорошо а после король g7 следует удар ферзь бьет е7 так теперь если черные бьют на е7 то уже нет мата снят удар с поля b4 и белый король убегает если король уходит на а6 включается подключается санчо панца и белое здесь ставят мат наверное я кстати ну там вижу как но верю что мат должен быть а вот не ферзь е4 а ферзь g4 поэтому черным приходится играть король g8 ферзь д8 теперь время начинает как бы как маятник ходить туда-сюда видите самшон караска вошел 7 печати он вошел в эту зону времени как время как маятник начинает ходить же 8 же 7 же нельзя идти на f7 потому что потому что белый ферзь становится ближе черному королю и белое быстро матуют то есть надо только на g7 чтобы не было хода fg шах ферзь c7 король g8 ферзь b8 то есть один в один из из вашей партии король g7 увидим теперь что начинается дуэль между первая дуэль между самсоном караска он же ферзь b8 то есть он не рыцарь он не посвященный поэтому колонны у него нету а у дон кихот посвятили в рыцаре пусть юморное было освещение но его посвятили поэтому это колонна здесь первая дуэль происходит между рыцарем дон кихотом и бакалавром и выигрывает эту дуэль дон кихот выигрывает нельзя бить ферзь бьет b3 конь b6 и бакалавра не стало да нет тут очень тонко на самом деле могу объяснить здесь вот смотрите когда начинается первая рыцарская поединок перед тем как он начаться значит давайте ферзь b8 данный ферзь б8 можно пока лавр пошел на разгон то есть пошел на b8 да это бакалавр то происходит там где стоял дон кихот находился на рейсинанте дон кихот танчо панса это в данном случае ладья один уже то есть то было ладья аж один санчо панса меняются тонко очень скакография очень гибкая в театре ушел пришел артист да ушел даже занавес он уходит другой приходит там его долго нету тут невозможно уйти потом прийти засти уйти потом прийти невозможно поэтому ладья один как раз санчо панса и он пугается оружие носа значит оружие носа самсона караска слон c1 это сон караска и воруженность слон c1 потому что он замаскировался что он был за одной деревне дон кихотом и санчо панса у него был очень длинный нос он замаскировался по длинный нос и санчо панса боится этого значит он заслужил этот рженосец в пользу бакалавра в пользу бакалавра его боится танчо панса ладья один он светлый все равно здесь в данном случае и он боится посадите меня хотя бы на дерево я боюсь его пока вы будете драться а то он не хочет чтобы тоже с ним дрался то есть тут ферзь бьет b3 можно было просто уйти король b4 шаг а и тогда снова а это не шаг на король b4 тут c5 просто расскажу все таки потому что это один из ключевых моментов да да расскажу нас когда первых на б-8 пожалуйста нужно и тут значит происходит что пока дон кихот подсаживать на дерево дерево пусть будет пешка а3 пока он подсаживает пытается подсадить его на дерево поэтому копье конечно убрал из ладья данном случае внутри этого копье меч допустим да он убрал копье в руках у него не было копьем а бакалавр думает что надо уже бежать какая-то на дон кихота кто гонки хота скакать и он поскакал потом на пол дороги видишь что у него нету в руках оружие он подсаживает санчо панса на дерево он останавливается всего взгляд большаясь как бы давайте так перс бьет батареет его взгляд на б3 взгляд бакалавра на б3 его взгляд и он не видит амладии так интерпретировать можно он больше это иллюзорное восприятие действительности дон кихота он конь большей шаг конь большей шаг перс бьет б3 перс бьет большаясь да перс бьет большаясь единственный ход и теперь вот он дошел до поля нет можно персиан белого поставить на б6 сейчас попробую я просто немножко увлек сюда как-то может сбивчиво говорю вот да нет нет имеется виду перс б6 и конь бьет большаясь сейчас момент ну вот этому то я точно не был готов вот 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 к этому моменту да да и значит перс бьет нет опять перс башет и тут на мой когда он остановился на пол дороге перс башет то есть раньше он сам на батареет как бы дошел до б3 до его взгляд он он бежит его взгляд на большаясь заскакал его взгляд на батареем взял на батареи схватил то есть он убил что нету там значит копья но без оружия дон кихот и на большие опять конь большие сферзь большаясь он то есть остановился на поле большаясь большаясь перс бьет большая и вот он потом доскакал до большаясь увидел что нету оружия пить и сейчас уже нету ладина б3 остановился на большаясь и тут уже дон кихот поскакал до весь опор на россинанте на бакалавра причем россина вдруг дряхла лошадь так сильно поскакала то не успевает этот бакалавр даже только на месте а он не может никак двинуть с места у него лошадь перестает его слушаться бакалавра вот так пишет по крайней мере это не я придумал это писаться серванты и выносит удар копьем в его доспехе выносит удары как замертво падает бакалавр переворачивая через круг лошади летит и падает на спину и как будто замертво лежит будто мерки это ферзь b6 когда происходит удар как раз дон кихота на удар на b6 как раз есть символизирует что бакалавр летит и падает замерзом а дон кихот подбежит уже поэтому дальнейшем дон кихот отпускает бакалавра чтобы он русине рассказал о его славном подвиге там как бы они обозначили так кто выигрывает тот дает желание который это должен исполнить ну по мере конечно такого что какие-то явно нехорошие желания нельзя да символизирует как раз эта ситуация но он кстати настолько был злой что он них не захотел подходить к дельсиней конечно ехать позже был человек рациональный научный чисто для него дон кихот это сумасшедшие он только сказал да на самом деле он как всем сумасшедшим как известно нужно поддакивать а сам он как бы сказал да вот он как бы сказал что я подойду к дельсиней вот это показано далее что происходит король же 8 и тут он снимает то что раньше раньше бы если бы не было слона а8 он бы сыграл перць б7 шаг представим себе слона а8 он сыграл бы перць б7 шаг и забрал бы на б3 это было бы совершенно другая позиция он бы выигрывал он король же 8 ушел он бы взял на б3 но теперь он уже убрал фактор случайной ошибки да и теперь уже дает шаг на б7 король же 8 опять единственный ход напомню что кроме 6 плохо и закон бьет же 6 шаг запомню и теперь он берет король встает на одну диагональ а2 g8 да здесь конь же 6 шаг всегда надо напомнить то значит уже король выходит на диагональ а2 g8 поэтому это очень важно и тут конь б6 опять или взор восприятия действительности на дон кихотом а тут кстати можно еще по-другому интерпретировать а потом чуть попозже конь б6 еще шагами происходит да и теперь уже черные должны фактически все уже проигрывать то есть они легко не могут поставить шаг потому что конь связан вот после ферзь едва та же ситуация не тоже здесь ферзь оказывается защищен да это вторая уже дуэль дон кихота и бакалавр где бакалавр побеждает чем описывает дон кихот сервант описывает очень скудно эту вторую дуэль просто лошадь пишет лошадь бакалавра скакала быстрее и сбила просто рационанту рационан был ранен конечно дон кихот упал вот кстати в данной ситуации украд а КОНЕЦ 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 Дон Кихот упал 3D3 Бакалавр подскочил Дон Кихоту Не потому, что он хотел его ударить А потому, что он хотел посмотреть, что же с ним произошло Боялся за его жизнь Ясно, и тут все Тут уже Да, и тут уже все Дон-Кихот вынужден был ей. Теперь опять Дон-Кихот становится король, теперь СЕ-2. Шаг. А тут еще этот вариант тоже есть, надо показать. Конь С3. Конь С3 закрывается. Конь Д2. Шаг. Король Д3. Единственный ход. Конь бьет Б3. Ладья любая бьет С3. И белые остаются с подавляющим материальным перевесом и выигрывают. Одним словом, когда уже вынужден Сервантес, хотя говорят, что Дон-Кихот был тот же самый Сервантес. Потому что Сервантес потерял левую руку в знаменитом сражении для Леванта. Отчаянно был отчаянный очень солдат. Он мог, кстати, не участвовать в этом событии, потому что у него была страшная температура перед этим воем, была страшнейшая температура. И все это видели у Сервантеса, молодого Сервантеса. Он сказал, нет, чем я буду лежать в кровати, когда будут люди. Я не смогу этого себе простить никогда. Я буду драться. И потерял в этом сражении левую руку, можно сказать. Парализована была левая рука. А все оставшиеся жизни. Была левая рука парализована. И таким образом его нуждался всю жизнь, потому что он был из дворянского рода, как и Дон Кихот, в принципе, был. Когда-то, пишут он, некогда богатый дворянский род, от которого, значит, Дон Кихот был. И также и Сервантес был из некогда богатого дворянского рода. Ну, пришлось так, что ему было очень тяжело в материальном плане. Он в плену побывал у Мавров. Его захватили. Когда уже он возвращался откуда-то, я уж не помню, со своим братом, после войны возвращался домой. подлечили руку ему. И с братом, имеется, они попали в плен. Когда деньги пришли только на одного человека. Кому? Он, конечно, брат путь берет. Сервант говорит, брат путь освобождается. И он там три года еще, значит, после освобождения брата. в результате все-таки нашлись благотворителями, которые выкупили. Он там несколько раз бежал, на грани смерти был несколько раз Сервантес, потому что там за это полагалось просто расстреливали, казнили. И казнили с теми, кто он бежал, его почему-то не казнили. Что такое, каким образом он избегал все время. Ему и одноременно и везло, и не везло. То есть когда уже он написал такое изведение, казалось бы, уже видно было всемирная слава, все, через год умирает. То есть он даже не успел взять все плоды своего труда, которые по достоинству ему должны принадлежать. То есть он гонорары вот эти, он не получил ничего фактически, который мог бы получить за свою книгу знаменитую. Одним словом, человек, конечно, он писал Дон Кихота несколько себя, говорят. Это его была чисто, характеристика его в основном. Да, тут интересный момент, почему он называл хитроумным Дон Кихота, хотя он был совершенно бесхитростным. Дон Кихотом и пишут об этом, сам Сервантес пишет, что он был бесхитростным языком Сан Чампанца, когда перед первой дуэлью, значит, кстати, Бакалавра он менял немножко облища, он то в одном костюме был в первой дуэль, назвал себя Рысарем Леса, потом Рысарь Луны он был, то есть он менялся, чтобы его не узнал Дон Кихот, под шлемом прятался в свое время. И Сан Чампанца, разговаривая ночью с оруженосом Караско, он не видит, ночью он не видит, что у него большой нос, поэтому он с ним разговаривает нормально, то он утром увидел уже утром на сражении, когда на дуэль, что у него очень большой маскарадный нос, а ночью он не видел с ним разговаривал, и говорит, мой господин совершенно бесхитростный, нету хитрости, никакой, будет ночью, ему скажешь, полдень, он поверит, что это полдень, ну и так далее, он еще некоторые примеры там приводил, он говорит, ну за это я его и люблю, говорит, за то, что он такой бесхитростный, то есть Санчо Панса был очень хитроумным на самом деле человек, именно находчивый очень, он необходим был, конечно, для Дон Кихота был именно такой, как Санчо Панса, одним словом, почему он называет его хитроумным, давайте вот разберемся так, Дон Кихот, если первую букву Д поменять на последнюю Т, Дон Кихот, получается, Дон Кихот, реально звучать будет? Да. В испанском языке и краткого нету, то есть Серванцев что сделал? Взял словари всех известных языков, английский, итальянский, русский, и начал думать, как зашипровать, что этюд создан на основе шахмат, то есть литературное произведение создан на основе шахматного этюда, и находит, что в русском языке есть тонкий ход, хитроумный, тонкий ход такое понятие, только о шахматах можно сказать. Он его называет, сам его делает бесхитростным, специально, чтобы обратили внимание на слово хитроумный, первое слово произведения, делает его бесхитростным абсолютно, ведь мог же сделать его подтянуть до хитрости, а Дон Кихот шифрует тонкий ход. То есть хитроумный и Дальга мы пока не разбираем, и хитроумный это Дон Кихот, получается, что хитроумный тонкий ход. Вот, что я имел все равно, когда назвал его хитроумным, чтобы он хитро зашифровал это понятие, что на шахматном этюде все произошло, весь этот сюжет изобретенным поставлен. То есть фактически мы видим с вами единственный случай в мировой практике, когда на основе шахматного этюда создано великое произведение, которое в конце концов стало просто в 2002 году произошел съезд конференции сильнейших великих литераторов, 100 литераторов самых лучших было, и не единогласно там были, значит, большинство голосов отдало, что лучшее произведение человечества это именно Китарон Игарка Дон Кихот Ломанческий, Мигеля Исерванца Десаведра. То есть куча уникальна, именно на шахматном этюде создана произведение литературы художественной, великое, которая впоследствии поменяла всю литературу, просто есть литература до этого произведения от Дон Кихот есть литература после. Это все говорят литераторы, знаменитые специалисты, все об этом говорят. Как нужно писать именно произведение? Но почему я начал говорить о том, что Сервантес был не вполне счастливым? Конечно же завистники, в том числе Лопе де Вега, знаменитый драматург, который был его современником, который писал прекрасные пьесы, начинают всячески трепетировать Сервантеса. Еще когда первая часть вышла в 2005, говорю, в 1605 уже тогда начались на него нападки со стороны Лопе де Вега, испанца и со стороны его окружения. И когда вышла особенно в 1615 году вторая часть этого произведения великого, еще более начались нападки. Говорили, Лопе де Вега, что хуже, чем Сервант, уже никак никто не может написать. То есть настолько унизительно начинал воздействовать психологически на Сервантеса. В общем, одним словом, зависть, она беспределна на самом деле. Сервантес счастливый в том плане, что по-другому и быть не могло. Завистники около такого человека обязательно должны находиться, обязательно просто в наше нелегкое время, в нашем такое неоднозначное время. Ну и в те времена тем более. В наше время ненамного улучшилось, я думаю. Вот такие вот дела спасибо огромное. Спасибо, Владимир. Очень интересная серия, очень интересная серия про скакографические задачи этюды, мне кажется, получилось. Сейчас со всеми прощаемся. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров